Наш корреспондент Виктория Лазарева сейчас находится в библиотеке непосредственно с библиотекарем. И нам расскажет, по какому поводу она там оказалась и что она там вообще делает. Ребят, доброе утро. Примеряю на себя роль библиотекаря. Вот мне уже выдали такую футболку. Такие, кстати, получат все посетители, которые тоже захотят попробовать себя в роли библиотекарей. Пока что я только выучила говорить, ну тишина в библиотеке, вот так громко смотреть. На самом деле шутка. Библиотекари уже давным-давно так не говорят. Они уже выглядят очень мило и очень приятно. Как вот Ольга Гебель, доброе утро, библиотекарь. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что можно будет поделать у вас 27 мая в день библиотек? В день библиотек, 27 мая, библиотека Добра Любого проводит отличную, замечательную акцию, которая предоставит возможность каждому участнику попробовать себя в роли библиотекаря. Состоится это опять же 27 мая в 2 часа. Приходите все желающие. Ну и непосредственно могу вам показать, что будет у нас на практическом задании. Да, давайте, потому что я говорю, я вот выучила только пока одну фразу и вот грозный взгляд. Смотрите, у нас есть обязательный документ. Это читательский формуляр. Это основной документ, который является читательским документом, собственно говоря. Давайте попробуем его заполнить. Давайте, рассказывайте, что нужно делать. Для этого нужен ваш паспорт обязательно и прописка города Крестнярска. Так, ну допустим, я это пока помню на память. Не будем показывать паспорт, поскольку персональные данные все-таки. Смотрите, я вот вижу цифру здесь. 6629. Что это значит? 6629. Это цифра. На данный момент зарегистрированы уже 6629 пользователи, скажем так. Давайте заполнять. Количество людей у нас уже зарегистрировано. Так, значит, мы берем ручку. Держите. Так. Номер у нас уже есть. Пишем год. Год сегодняшний. Да, нынешний год. 2018. Фамилия. Желательно печатными буквами. Так. Имя, отчество на следующей строчке. Угу. О годе моем рождении умолчим. Умолчим. Хорошо. Я за кадром это заполню. Хорошо. Так. Таким образом все это дело заполняется. Заполняется полностью. Витчинский формуляр, ставится подпись читателя ниже. И, конечно же, обязательно выдается читательский билет. И только Вика заговорила о своем возрасте, сразу же технические проблемы. Вот. С этим пор вы являетесь нашим читателем. Приходите. Вот. Смотрите, у меня теперь есть читательский билет в библиотеку Николая Добролюбова. Я теперь могу сюда прийти и, как любой посетитель, если мне нужна какая-то книга, подойти к электронному каталогу и попробовать выяснить, в каком офисе, в каком филиале библиотек и есть ли она в данном филиале. Вот давайте покажем, как это происходит. Давайте попробуем. Электронный каталог, нужно сказать, что доступен всем пользователям и компьютерами, которыми можно пользоваться в справочно-информационном зале. Там как раз-таки и находятся все доступы электронных ресурсов. Выглядит он очень просто, пользоваться тоже очень просто. Давайте, к примеру, найдем Бориса Васильева, книги Бориса Васильева. Можете ввести фамилию. Давайте, а по названию могу? Азори здесь тихий, например. Можно, да. Так. Можно ввести название, можно ввести фамилию автора. Нажать интер. Так. И вот, пожалуй, у нас в активных окошечках высвечивается информация, где мы можем посмотреть экземпляры и бронирование. Я так понимаю, вот в данной библиотеке есть книга. Идем, поворачиваемся. Конечно, идем непосредственно к нашим стеллажам. Находим букву В. Вот она, наша чудесная буква В. Ну и, соответственно, вот они книги Бориса Васильева. Открываем, смотрим, находим все, что нам нужно. Расскажите, пожалуйста, еще, что будет ждать посетители 27-го числа? Будут ли какие-то мастер-классы еще? Да, посетители, которые к нам придут, будут ожидать различные, конечно, площадки. Но прежде всего это будет экскурсия по библиотеке, по залам библиотеки, где мы расскажем о фонде нашем, о нашей литературе, о наших ресурсах, возможностях. И мастер-класс, который будет заключаться как раз-таки в заполнении читательского формуляра. Найти книгу по электронному каталогу, найти книгу среди книжных стеллажей и, собственно, погрузиться полностью в атмосферу и в рабочую атмосферу библиотекаря. А вот вы молоденькая девушка, вот вопреки расхожему мнению, давайте опровергните, пожалуйста, что работа библиотекаря скучная. Работа библиотекаря современного абсолютно не скучная. Она требует большого творческого подхода, активности, желания познавать, узнавать новое. И, конечно, делиться с этим с читателями, с пользователями, быть готовым прийти в любую минуту на помощь и, собственно, быть всегда на шаг впереди и со временем. Спасибо вам большое. Я надеюсь, у вас будет очень много посетителей, учитывая, какой номер порядковый у моего читательского билета. Ребята, приглашаем всех обязательно 27 числа. Приходите в День библиотек, приходите, попробуйте себя в роли библиотекаря. Это действительно очень интересно. Здесь, кстати, в библиотеке Добролюбова есть такая интересная доска. Мы ее вам не покажем, но заинтригуем. Приходите, обязательно посмотрите доска, которая поможет вам выбрать книгу. Ребят, передаю вам слово. Мы с вами еще увидимся. Не прощаемся, студия.